Военный обозреватель, военный эксперт Алексей Арестович. Алексей, приветствую. Добрый вечер. Вы в камуфляже к нам пришли? Я с полигона. Вы с полигона и, Алексей, знаете, к нам приходят ребята очень часто, тут чуть ли не каждый вечер в камуфляже, прямо с окопа, приехав в Киев, у них очень противоречивые такие, знаете, суждения, эмоции, когнитивный диссонанс, да, вот реальность там и то, что они видят здесь, пьющие мохито Киев, но об этом поговорим, наверное, тоже сегодня, но вот просто к вашему посту хочу привязаться. Вот вы говорите, что понимать будет очень больно тем, кто успеет. Вот то, что мы слышим от ребят очень часто, они с такими же, как вы пишете, расправленными плечами, с таким же абсолютно уже взглядом, да, полным блеска, уверенности критикуют власть, они критикуют своих комбатов, вот слышали бы вы, как они их критикуют, тех, которые сегодня тоже власть, многие из них. И вот им тоже будет больно понимать, какая сила разбужена, как думаете? Вы поймите, вот украинская революция, она случилась, и она не устраивает абсолютно всех. Она не устраивает Евросоюз, она не устраивает Россию, она не устраивает Соединенные Штаты. Почему до сих пор Евросоюз не может отказаться от главной своей линии по отношению к постсоветскому пространству? Эта линия заключается в том, что разводила на постсоветском пространстве, куратором постсоветского пространства должна являться Россия при любом раскладе. А что такое Украина? Старая Украина, новая Украина, тем более постмайдановская Украина. Никто не знает, и никто не хочет с ней иметь дело, потому что она всех пугает. Подсознательно все эти Меркели, Обама и прочие люди понимают, что Майдан означает конец им. Майдан это же восстание не против украинской системы, не против Януковича, это восстание против мировой системы. Майдан и в Гонконге. Майдан там в каком-то смысле ИГИЛ, исламское государство, это тоже Майдан, который сейчас в Ираке, там Сирии воюет и так далее. То есть мировая система сгнила везде, и бунт, Майдан это просто вот такая черная корка покрывает землю, и белый фонтан пробил в Украине. И надо понимать, что воюет украинское общество, малая часть украинского общества против своей украинской системы, против огромной российской системы, а в целом еще против мировой системы. Дело в том, что вот еще немного Путина Запад назовет спасителем старого доброго мира, потому что он давит эту гадость майдановскую, ну и спасает их всех при должностях, всех этих Меркелей, всех этих Обам. И мы здесь боремся за изменения земного шара целиком, а не просто на своем участке фронта, а не вообще там за то, чтобы Порошенко сменил Януковича, а Яценюк Порошенко, правильно? Почему Порошенко провел под своим списком так много регионалов? Ну, во-первых, ему надо было любовь с анавиатом, как от Яценюка, одиозных регионалов. А во-вторых, в ночь замена нескольких десятков голов комиссий в пользу регионалов. Ну, вот вся эта история, после чего начался обратный счет для нашего Орла Порошенко, в обратную сторону, я так считаю, начался уже как у Януковича в свое время начался после отказа подписывать Вильнюсское соглашение. И теперь вопрос только времени. И это не то, чтобы там как бы, да, вот уже наточены штыки, это логика историческая показывает. Он был сменен, он не досидит там ни четверти срока, я думаю. И особенно, если сейчас начнется наступление, оно планируется российское, огромное, серьезное, хорошее такое наступление, настоящее. Не такое, как было в августе, покруче. И мы начнем опять сдавать территорию Лавайские, новые котлы, новые окружения, пятого десятка, то представьте, что будет с администрацией президента. Я думаю, у нас горит дотлак, чертовой матери, после первых же двух там неправильных действий наших генералов под нашими, в стиле, как было, когда рулил наш муженко, славный в августе. Вы знаете, как добивалась военная разведка того, чтобы наносили удары по заходящим российским частям? Расскажите. Они обманывали муженко. Они говорили, это не российские части, это сепаратисты. Тогда он разрешал открывать огонь. А по российским частям был приказ очень четкий. Если это российские части, мы не стреляем. Стреляем только в ответ, когда нанесли удар по нам. А что же надо стрелять-то? Это же не агрессор, а что стрелять? Это же не ничего такого. Просто случайно заехали и едут 40 километров по украинской территории, окружать украинские пассажиры. Советник Глазьев же сказал, что никаких там войск не присутствует. В очередной раз официальное заявление. Вот я ваш покорный слуга не дали, как 4 дня назад видел собственные молоды. Я 3 дня назад приехал с театра военных действий, и там немножко занимался за передним краем работы определенной, и видел их собственные молоды. То есть смотрите, вы сейчас говорите нам о том, что новые котлы возможны, а мы понимаем, что коридор-то, ну это же неизбежно, правда? Если есть Крым, значит, будет коридор. Они сделают хитрее. Я думаю, что они влупят по северу, на Харьков. В общем, направление на Харьков. Туда, где никто не ожидает. Туда, где никто не ждет. Ну там на Крым, они, наверное, в сторону Бердянска, они все равно пойдут в сторону Запорожья, так сказать. А вдруг получится? Ну, я думаю, что может быть и похитрее на Харьков. То есть могут быть самые разные варианты? Самые разные варианты, четыре направления, скорее всего, будут главных. Самые разные варианты, но вот пока мы говорим о самых таких ближайших котлах, я не хочу, мне просто страшно произносить это. Нет, ну котлы, подожди, котлы еще надо организовать. Ну, а смотрите, вот Донецкий аэропорт, Алексей, вот что у нас там происходит. Вчера оттуда правый сектор вывел своих ребят, да, из Донецкого аэропорта. Вот нам об этом сообщали, мы проверяли, значит, наши коллеги из Униана проверили, и говорят, что правда. Мы все начали думать, ну, наверное, готовятся сдавать. Нет? Я думаю, что это готовится к каким-то внутренним событиям здесь, в Киеве. Главный фронт в Киеве, вот это надо очень четко понять. Проблема в чем? Я не верю в украинское общество. Революция – это целый процесс революционных преобразований общества. Большинство обществ спит, действительно пьет мохито, и никому ему ничего не интересно. Я вам больше скажу, ты отъезжаешь от фронта 50 километров, и там спят, и пьют мохито, и ничем не интересуются. Чего уж там Киев упрекать. Но революционные преобразования начались, и они не закончатся, пока они не будут проведены. Ну, они пройдут долго, они будут 4-5 лет идти. Революционное преобразование сметится, 4 поколения революционеров. Сейчас даже третья не обозначилась. Вот эти старые политики, вся эта банда, Борошенко и прочее, прочее, это все, кто в ради сейчас. И те комбаты, которые пришли, это борьба первого поколения со вторым. Что-то третьего даже не было. Реальные реформы будут осуществлять 4-е и 5-е поколения, до которых еще и даже неизвестно, кто это будет. Это архитипы революции. Так происходила революция Великая Французская, так и Великая Октябрьская происходила революция. Кто остался, в конце концов, к 28-му году, скажите, из старых революционеров? Ну, слушайте, очень интересно. Я влюблю этот образ, знаете, со Сталином и Троцким, когда, на самом деле, Троцкий и Шайка думали, что... А вот Сталин, это же грузин, секретарша, вообще он с бумажками там сидит, и пусть сидит, и еще ничем он нам не грозит. А на самом деле Сталин оказался человеком системы. И, знаете как, вот грызуны, крысы системы пожирают буревестников революции. Если вы уж говорите о французской революции, о прочих других, мы же это все видели. Ну, у нас есть большущая проблема по сравнению с французской революцией. Там победил Наполеон, который реформировал европейское соединительство. Да, кодексы Франции, да, до сих пор по которым живем. Да, пристрадивная система на острове Святой Елены, которую он придумал от скуки, до сих пор работает. Так вот, в чем же нюанс? Почему стал возможен Наполеон из капитанов отставных? Потому что они чистили, понимаете, своих. Не справился, вычистили, не справился, вычистили. А наше же общество что говорит? Да что же вы прицепились? Они всего 9 месяцев командуют. Всего 2 котла, всего 1000 погибших. И если мы не будем чистить, тем труднее будет приходить новым поколением революционеров. А кто будет чистить, Алексей? Если у нас Наполеон пришел и в парламент... Правый сектор же вышел до сферы Материнского аэропорта. Ну, слушайте, ну это к чему мы придем? Ну, для того, что вот роль личности в истории, вы сейчас сами сказали, пришел Наполеон и он почистил всю шваль из парламента, через окна выбрасывали. То, что не будет вычислено людьми, которые способны поставить это как задачу, большевистская партия, там, да, мы старый мир разрушен, будет вычислено естественным ходом истории. Вот найдутся формы, в которых новая революция придет. Поймите, это неизбежно. Хоть ты убейся, хоть ты тормози ее изо всех сил всеми тормозными парашютами, она придет. И люди, которые будут настоящими революционерами, которые преобразят эту страну, я уверен, большинство из вам даже не догадываются, что они будут реформаторами. Они еще не созрели. А вот это чубятся те, которые первое и второе поколение, и через 10 лет они вспомнят, кто там был президентом и так далее. Это все уйдет. Вы помните жерандисты, кого сменили в парламенте французском? Никто не помнит. Все помнят только Наполеона. А Наполеон, революция в 89-м году, а первым проконсулом он стал в 1797-м, через 10 лет, простите, с лишним практически. Так у нас же только первый год революции. Что же вы от нее хотите? Через пять лет поговорим. Вот сейчас, посмотри, что происходит. Вы же видите, что с экономикой, мы понимаем, что придут зимой платежки, и у нас будет выбор или поужинать, или заплатить за квартиру. Почему? Есть еще третий выбор. Какой? Я хочу разобраться с теми, кто прислал нам эти платежки. Тоже, вот, хороший, хороший третий выбор. Вот он где-то будет реализован неравномерно по обществу. Кто-то пойдет разбираться, кто-то пойдет платить, кто-то пойдет поужинать. Это все. Ну, Алексей, смотрите, мы понимаем, почему мы говорим, что сейчас государство Украины. То, что сейчас государство Украина в оппозиции к стране Украины. Это вот такой уродливый нарост на обществе, который пьет соки, мучает его и так далее. В этом смысле революция не состоялась, значит, она состоится, и уже никто не успеет сесть на несчастные самолеты и улететь в этот раз, я вас уверен. Но самое страшное ведь здесь то, что народ будет прав, разбираясь с теми, кто сосет из него соки, а не сосет их из олигархов, правда? Вот, а с другой стороны, понимаем, что враг только того и ждет, чтобы, да, здесь было... Я вас уверен, это вот эта дурная ловушка, которая там всякие... Об этом говорят все политики сейчас, все правлавные политики. Это значит, что это их любимая отмазка, чтобы их не трогали, понимаете? Это вот очень глупое, вредное и контрреволюционное убеждение. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что вот вы сейчас будете против нас бастовать, и придет злой Путин. Я вас уверен, Путин злой придет гораздо быстрее, и придет он благодаря тому, что он знает, что в Киеве сидит пятая колонна, государство возглавляют неэффективные люди, абсолютно половина из них предатели, если не большая часть, и так далее. И тогда можно спокойно наступать. Как он... Если наступает Муженко, там звонит какой-нибудь начальник российского генерального штаба, говорит, не бей моих, потому что я их с детства воспитывал, выпусти их. Муженко говорит, ну хорошо, я отпущу. То так воевать гораздо легче, чем когда в результате двух-трехдневного Путча придет военный совет, который сможет стабилизировать фронт, нормально за право заработает ВПК, мобилизует сообщество, и начнем мочить так, что на Дальнем Востоке остановимся, понимаете? Дальше вариант Путча возможен? Вариант Путча, я вам скажу, у меня один приятель был недавно в комиссии Сената по международным делам, перед выборами. Они его расспрашивали о делах по Украине. Знаете, главный вопрос, который их интересовал? Когда в Украине будет военный переворот, в какой форме он пройдет? Сенаторы какие? Стратеги. Они просчитали этот вариант, у них же сингтенки вот эти, обсчитывают все варианты гораздо далеко. И по их там электронно-вычислительным ошибкам наиболее вероятное развитие событий в Украине, в той или иной форме государственного переворота. Он будет не единственный, я вас уверяю. Потому что после государственного переворота, кто сейчас придет к власти, и Сенюх придет, ну и вот уже перевернут спустя какое-то время. Это будет последовательность смены поколений революционеров. Но мы сейчас не призываем никого, не дай бог, чтобы вы не подумали. Мы просто ссылаемся на сенаторов США, у которых там аналитическая зона мозга. Мы никогда никого не призываем. Вы что, мы мирные люди, я вообще художник. Вы свободный художник. Да, это заметно по вашей риторике, Алексей. Только художник может позволить себе такую агрессивную риторику. Настоящий военный эксперт, он бы сидел бы там, сдержанно сидел бы там, по некоторым данным. Вот как Лысенко выступает. Мы не можем сказать. Вот Лысенко, это тоже еще один вопрос. Давайте сейчас поговорим о Лысенко, который не может сказать напевно. Потому что эти вопросы поднимают ребята с передовой каждый вечер в нашей студии. Они возвращаются в Киев. Почему я сказала о когнитивном диссонансе? Потому что они говорят, то, что мы слышим от господина Лысенко, от Дмитрия Шковского, от прочих-прочих деятелей, это совершенно не то, что происходит. И это все очень в смягченном варианте подается. И более того, это как-то успокаивает общество. Вот они так говорят. Да, конечно, говорят то, что им приказывают озвучить. У них же есть начальство. Дело в том, что наш президент победил на парламентских выборах и под лозунгом «Я дам вам мир». Он психологически сложился в 90-е нулевые. Порошенко – это человек, который может 20 минут времени для своего президентского условия воюющей страны посвятить собеседованию с каким-нибудь зампрокурора Трахобоческого района, которого он там собирается назначать. Алексей, ну когда американцы... Потому что вся его карьера подсказывает о том, что зампрокурора важнее, чем генерал. А когда ему сказали, что генерал Назаркин предатель, командующий силами специальных операций в воюющей стране, он спросил, а кто это? Генерал Назаркин. Да, вот был такой генерал Назаркин, да, он командовал силами специальных операций. Как не спланирует операцию, так спецназ либо в засаду попадает, либо пустышкой возвращается, либо в плен, либо расстрелян. А выясняется, что у дядьки это родной брат полковник в России, квартира в Москве полно родственников и так далее. Кто такой генерал Назаркин, командующий силами спецопераций, в любой нормальной стране, командующий силами специальных операций, через голову начальника генерального штаба министра обороны, напрямую может докладывать президенту днем и ночью. Алексей, разобрались с господином Назаркин? Ну, разобрались, он уже отстранил на должность, и снял, теперь назначен кривоносцем, другое. Но он не наказан, он просто отстранил? Просто отстранили, да, и все. Как и гелитей. Как и гелитей, любимец, да. Это человек, который не знает, понимаете, он сформировался по-другому. Я видел Порошенко в штабе АТО случайно с 20 метров, мы вместе там оказались, он в это время замысел утверждал по карте, а поскольку было жарко, было дело на улице, а я смотрел так издалека. У него стоит в этом камуфляже, у него глубокое страдание на лице, и три вертикальные машины переносятся, потому что он не хочет принимать решения, из-за которых гибнут люди. Он хочет договориться. Я дам вам мирный план. Не дай бог начнется Третья мировая война. Мы договорим, мы приверженцы медных соглашений. Я уже без мата не могу. Созданы четыре ударные группировки на наших кордонах. Российские войска шляются там безвозбранно, понимаете, в огромном количестве. Стянуты ударные силы по границам, развернута группировка с оперативно-тактическими ракетами. По некоторым данным, поднимется в этот раз российская авиация, ударит группировка из Крыма, если не будет получаться у этих. Страна на пороге обрезания под Днепр, а вот это чудо у нас там говорит, что, знаете, мирный план. Я думаю, что только приверженность мирным соглашениям позволит нам выйти из этого кризиса. Мы вернем Донбасс экономическим путем. Теперь смотрите, какой нюанс. В 1941 году британцы тоже очень хотели мира, особенно просто, как Германия им устроила битву за Британию, там разбомбила, все к чертовой матери. И британцы говорили, что нам эта война в Европе, нас даже залив отделяет, который благодаря британскому флоту немцы никогда не перейдут. Французы не перешли, испанцы не перешли, и немцы не перейдут. Давайте тихо себе здесь сидеть, получать из Южной Америки кофе-шоколад, а из Америки там сталь для наших судов, авиации, зенитных орудий. Зачем нам воевать? Выступил Черчилль и сказал, родные мои, нечего мне вам предложить, кроме крови, пота и слез. Понимаете, нечего. Мы будем воевать. Несмотря на то, что залив, не надо, что отделяет. Никто не хотел воевать. Конечно, просто пришлось втягиваться. Вы поймите, он же, Черчилль, уже принадлежит авторству, и другой такой набивший оскоменный пословицу, что те, кто боится позора, то войны, да, тот получит и войну, и позор. Мы получим и позор, мы уже его получаем, и войну. Ну, позор как? Не имеют позора те, кто боевит на передовой сейчас, за тех, кто им активно помогает здесь. Или хотя бы кто просто не соглашается с этой позицией. А вот предатели в Генштабе? А вот эти широкие народные массы, на которых опираются предатели в Генштабе, потому что предатели в Генштабе сотнями укладывают наших ребят по котлам, а они дают стрелять в ответ, а народ говорит, ну подождите, они же еще не попробовали, они же только 100 дней укладывают. Давайте дадим еще 300 дней, чтобы они поукладывали. Еще уложили больше количества. Да, понимаете, еще больше, да. И когда они уложат там 5 тысяч в пяти котлах, тогда, наверное, мы их пожурим и снимем. Но не накажем, нельзя уголовно преследовать негодяев, которые там людей убивают сотни.